Добрый день, друзья и недруги. Лайма в Айкуле накануне фестиваля, накануне этой тусовки в Юрмале, которую она проводит уже не первый год, дала интервью. Я обычно воздерживаюсь от комментариев. То есть я выкладываю эти фрагменты в презумпции того, что зритель не идиот. Я особенно про своих подписчиков хотел бы так думать. И так будет все понятно. Без расстановки акцентов с моей стороны и без резюме. Я считаю, что есть вещи, которые комментировать, только портить. Есть такой мем. Как в свое время та же Лайма в Айкуле сказала, что она видит Максима Галкина, иностранного агента, президентом России. Ну, думаю, что она исходила из того, что раз шоумена Зеленского на Украине выбрали президентом, то мы, русский, можем и Галкина выбрать. Ну, тоже как бы еврей, тоже шоумен. Комик талантливый, способный. Спору нет. Ну, думаю, что... Не удержусь, все-таки прагментирую, что в Лайма в Айкуле не была вполне искренне, что это был эпатаж. Ну, надеюсь на это, потому что Лайма, в общем, умная. Не просто красивая и талантливая, но и умная женщина. Вот, думаю, что это она так протроллила. И нас, и свою публику. Вот. А вот этот отрывок я предлагаю послушать без своих оценок, но с интересом ознакомлюсь с вашими оценками в комментариях. В деле у нас нет, так как на радио, не формат, формат. У нас разные форматы. У нас один год выступает классическая музыка, представляет аккордианист, другой, вот сейчас будет скрипач. Всегда есть какая-то певица, которая поет классическую музыку. Это всегда интересно. Это, как правило, молодые исполнители, интересные исполнители. Например, такие, как Lucky Lab будет. Будет Шпак, Макс из Польши. Поэтому нам это все очень интересно, к примеру. Будет Макс Покровский, будет тоже для меня очень интересный человек, умница и талантливый музыкант. Будет Би-2. Но чем мне интересны разные люди абсолютно? Будет много сюрприза. Первоклассная программа. Вот вы говорите, что будете петь с Николаем Трубачом. Я правильно поняла вот эту украинскую песню? Я недавно читала цитату, он говорит о том, что он уехал из России, потому вот прямая цитата. Потому что мне надоело жить в дурдоме, там сажают за слово «война» и за слово «мир» в России запретили исполнение моей песни «Голубая луна». Как складывается его карьера вообще? Как вы решили, почему именно с ним петь вместе? Ну, я вообще об этом никогда не думала. Кого запрещают, кто, какой ориентации. Мне вообще это не интересует. Но какое мне дело, спите с кем хотите. Мне-то что? И мне кажется, это такое ужасно, когда кто-то решает себе каким быть зеленым или голубым, или каким. Какое вам дело? Какая хочу, и вот такая я есть. Что хочу, то говорю. Почему я не могу говорить? То, что я думаю. Это же нормально. Вот мы помним, что в прошлом году вы пели такой дуэт с сюрпризом с Максимом Галкиным на латышском. Листья желтые, да? Но Максим же гениальный, гениальный человек. Человек, который знает французский, английский. Он может петь по-французски, может на английском петь. Он может на латышском, может на литовском, может на украинском. На русском. Он может. Это его плюс, но ни в коем случае не минус. Мы знаем, что Алла Борисовна тоже сейчас в Латвии. Скажите, они не собираются ли спеть с ней? Ну, Алла Борисовна уже давно сказала, что она не будет петь. Это уже как бы решенный вопрос. Когда Ая вздумается, тогда она и споет. Ну, вы главный лайма, не уходите со сцены. Спасибо большое. Нет, от чего мне? Мне хорошо. Я уютно себя чувствую на сцене. И столько вокруг молодых и интересных. И спеть с кем-то дуэт прекрасно, просто прекрасно. Потому что другая немного музыка, все немного другое. Поэтому это любопытно. А артиста узнают только после того, как спел с ним дуэт. Я, например, пела как-то дуэт. Ну, в общем, я спела, только я не пела. Нет, а вам кто-то хотели вспомнить. Ну, скажите лаймский. Нет, нет. Надо. Я с удовольствием со всеми пою дуэт. С удовольствием. Если я хочу узнать человека, надо с ним вместе спеть. Это совсем другое. Ты понимаешь, он нарцисс, он или он супермузыкант. И насколько он чувствует рядом своего партнера. Все знаешь, если споешь дуэт. Поэтому большое счастье. Хорошо, я буду ждать вашего... С Монатиком, кстати, я пела как-то потрясающе. С Монатиком мы пели дуэт. Нет, потрясающий музыкант. Из молодых, пожалуй, для меня самый интересный музыкант сегодня. Вот Монатик Дима. Молодец. Очень хороший музыкант. А получается, что у вас на фестивале одновременно будут и русские, и украинские артисты? Нет, у нас есть день открытия. Это всегда мы посвящаем Украине. Это украинские музыканты вместе с латышами, с латышскими исполнителями. Мы поем вот этот такой особый день, чтобы прочувствовать эту музыку особенную. Вы же поймете, что самые лучшие музыканты всегда были в Украине. Мы раз уточняли и говорили, у нас отобрали понятие советский, которое нас объединяло, людей разных национальностей. Давайте вернем понятие русский не только как национальность, но и наднациональное, как у американцев. Все американцы, но они знают свою родословную, откуда они и так далее. Так мы были советские, а станем все русские. Русские россияне, русские украинцы, русские белорусы, русские евреи, русские чеченцы, русские армяне, русские мордваи и так далее. Что касается между русским чеченцем и нерусским чеченцем, вот где вот, собственно, этот критерий, по которому определяется русский, он или... На сегодняшний день русские чеченцы, русские и Рамзан Кадыров и его ребята проявляют себя как более русские, чем те русские ребята, которые убегают или те, которые распространяют файки и подвержены заблуждениям. А кто-то это делает за деньги, но я считаю, что большинство заблуждаются, да, и бегут. Это сейчас мы про друга Панина говорим? Ну, не только про друга Панина, который сам сделал, кстати, свой выбор, точно так же, как, сколько вы ко мне обращались, там, и Макс говорил, и по-моему, я говорю, послушайте, они сами себя наказали. Я не буду бросать в них камни, потому что я, как эзотерий и оккультист, я знаю, чем это для них закончится. И зная, я не хочу бросать в них камень, потому что они потеряли огромное количество зрителей, которые их любили. потеряли, сделав, на мой взгляд, неправильный выбор.